Изменения в законодательстве по налогам Во многом нельзя сказать, что сильно коснется большинство населения в данном моменте Но есть определенные нюансы, которые мы должны знать Первое, дело в том, что у нас очень высокая инфляция За 10 лет накопленная инфляция составила около 100% За последние 5 лет это составляет около 45% Что это означает? То те средние доходы, которые есть, и многих, кого не коснется повышение НДФЛ Оно коснется лет через 5-6 А при нынешней инфляции это может быть и раньше Потому что в этом году инфляция составит 10% В соответствии с инфляцией же и растут наши зарплаты Кроме этого, нам много говорят о кэшбэке Который будет получать семья с детьми Но тут забывается сказать о том, что этим смогут воспользоваться далеко не все жители Допустим, в нашей Башкирии и также жители России Потому что, если взять, допустим, по Башкирии У нас получается средняя зарплата дохода населения на душу населения где-то 40 тысяч А если взять полтора прожиточного минимума, это составляет 20 тысяч Если взять в целом, кого это коснется, это будет не более 15% населения Которым эти деньги вернутся Но при этом надо еще помнить, что когда мы говорим о возврате Что сама сумма будет небольшая Потому что в среднем около 6 триллионов получают А кэшбэк получат всего 100 миллиардов Это где-то 1,6% от уплачиваемых налогов И также следует учесть, что данные нововведения увеличивают инфляцию Потому что, если мы возьмем, в среднем будет 2,6 триллиона рублей Издержки повышаются, в основном уложатся на бизнес И эти деньги повышают инфляцию где-то на 1,5-2% в год То есть следует ожидать, что последствия будут ускорения инфляционных процессов И это тоже как бы негативный фактор, который нам надо учитывать Кроме этого, увеличивается нагрузка на малый бизнес Потому что больше 60 миллионов рублей ты должен выплачивать НДС Что такое 60 миллионов? Это где-то 5 миллионов в месяц Для маленького магазина это средний доход То есть получается, когда они будут потом уплачивать налог Они будут либо фиксированную сумму платить 5% от выручки Или же платить, как обычно платят НДС Но это получается, что минимум на 5% будет увеличиваться стоимость их товаров Что у худших ситуация, особенно для сельских территорий Потому что сейчас в большинстве есть сети представлены И уже повышение стоимости товара на 5% ухудшает сильно позиции малого бизнеса И они проигрывают конкуренцию Потому что покупатель выбирает Если на 5% будет дешевле в пятерочке, куда пойдет покупатель? Не в этот же магазин, но пойдет в пятерочку И кроме этого увеличивается ставка налога на имущество Уплачиваемое с кадастровой стоимостью То есть регион дает возможность увеличить его на 25% То есть 2,5% от стоимости имущества может регион устанавливать такой налог Это означает, что особенно это коснется малых форм Потому что опять-таки это идет 2,5% от кадастровой стоимости Это касается объекта малого и среднего бизнеса У крупного бизнеса немножко по-другому идет И там максимальная ставка 2,2% То есть меньше чем для малого бизнеса Получается больше, чем для крупного И здесь вот эти суммы Они будут вкладываться тоже в стоимость аренды В стоимость содержания магазинов Потому что куда деваться Это же потом издержки, которые перекладываются на покупателя Это тоже вымывание малого бизнеса Что, конечно, печально И в целом, если взять по населению Оно больше проиграет, чем выиграет Потому что вот все вкупе, если взять Налоговая нагрузка на людей взрастет Уже сейчас в Башкирии Допустим, НДФЛ Больше, чем взимаемый налог на прибыль Во многом это связано также с тем, что Применяются крупные налоговые льготы Для крупного бизнеса То есть это составляет 18 миллиардов в год И в итоге эти суммы получаются Башнефтью, ОМПО То есть крупные структуры, которые Физически и благосостояние у них хорошее И возможности хорошие Башкирия им делает подарки За счет того, что оно не выполняет Свои социальные обязательства И вынуждено брать кредиты Это тоже последствия Подобных налоговых нововведений Кроме того, что вот эта налоговая система Из регионов забирает эти деньги То есть вот эти все 2,6 триллиона рублей Которые будет получать бюджет Это федеральный бюджет И часть из региональных бюджетов Заберется наверх Субтитры создавал DimaTorzok